Всех приветствую, друзья, на этом канале. Давайте в этом выпуске рассмотрим экономические новости, также вопросы по доллару и по акциям. Всем, кто еще не подписан, просьба подписаться как и на текущий YouTube-канал, так и на текущий Telegram-канал, который будет по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Здесь я также рассказываю о многом, и поставить лайки под данным роликом будет мотивация для меня. Итак, доллар на самом деле на текущий день смотрится очень-таки бычим, то есть готовы девальвировать рубль, но об этом, конечно, я расскажу чуть позднее, потому что касания уровня 93,3 было много, и сейчас после ретеста происходит опять же девальвация. Между тем, в первом квартале 2024 года было возбуждено почти 12,7 тысяч процедур внесудебного банкротства граждан. Это в 5 раз больше, чем в январе-марте 2023 года. В прошлом году было 2,5 тысячи. Более половины, это 52%, пришлось на пенсионеров, которым открыли доступ к банкротствам без суда в ноябре 2023 года. Естественно, здесь статистика дала пенсионеру, но просто удивляю, насколько большое количество пенсионеров идут на банкротство, потому что, видимо, сейчас ситуация очень-таки плачевная. Посмотрите, как из года в год меняется ситуация по банкротствам. Практически увеличивается кратно из квартала в квартал. То есть, естественно, здесь дало число это открытие доступ к банкротствам без суда в ноябре 2023 года, но в любом случае по этой статистике просто кратно растут банкротства. Видимо, людям уже некуда деваться, кроме просто как идти и банкротиться от этих непомерных кредитов, потому что сложный процент, как он работает, как и в плюс, делая суперолигархов еще богаче, то есть богатых еще богаче, типа как того же Уоррена Баффета, который зарабатывает на сложном проценте из года в год, и основной его рывок пришелся именно в последние годы, хотя ему уже больше 80-90 лет, если не ошибаюсь. А вот людям, у которых много кредитов и у которых не учли, что не справятся с кредитами, от 25%, от 30%, от 20%, для них уже эти кредиты становятся как снежный ком, уже это работает наоборот, когда, например, те же самые проценты могут оказаться гораздо больше, чем само уже тело кредита, они не понимают, что можно отсудить кое-какое число кредитов, то есть пение процентов, потому что те же самые юристы у банков работают гораздо круче и более юридически образованные, это естественно. И поэтому мы наблюдаем такую систему, то, что людям уже некуда, ничего не остается, кроме как идти банкротиться. Больше поражает, как растет число именно пенсионеров в этом случае. Между тем, про закредитованность граждан подтверждают и статистики, вот так вот сопряжается то, что банкиры отклоняют почти половину заявок на ипотеку для покупки жилья из-за долгов россиян. Одобрение ипотечных кредитов на вторичном рынке снизилось до 52,8%. Раньше, когда ставки были ниже, работала лучшая льготная ипотека, естественно, люди просто шли, брали и оплачивали ипотеку в этом случае, и даже не считали сами, смогут ли они ее выплатить и так далее. А сейчас, когда ставки повышены, получается, банки считают сами, и поэтому и отказывают. То есть люди, например, из-за низкой финансовой грамотности идут и по такому же, так скажем, инерции такой же подают, когда была ставка и ниже, например, по 8-7%. Но банки-то знают то, что человек, например, с зарплатой 80 тысяч рублей, и у которого зарплата сейчас, например, 82 тысяч рублей, не сможет уже выплатить эту ипотеку, потому что ставка повысилась, то, что огромная доля тела платежа идет именно в платежи по проценту, поэтому он не сможет выплатить этот кредит. И банки это понимают, я так понимаю, и поэтому и отказывают. Также в декабре 2023 года, когда ставку также повышали, одобрение все равно было 60 и более процентов. То есть получается, более половины все равно нормально одобривали кредит. Я тоже считаю то, что, возможно, не совсем правильно, потому что нужно досконально смотреть, человек сможет выплатить этот кредит или нет. Потому что одобрили кредит, а окей, человек купил за 5 миллионов квартиру, а через 2 года ставил 7 миллионов. Даже если он не может выплатить, он продает за 7 миллионов, отдает долг и остается еще в огромном наваре, грубо говоря. То есть даже человек, если совершил ошибку и не может выплатить кредит этот, все равно человек оказывается в плюсе. И для него это то, что должно было стать кнутом, то есть чтобы человек научился сам считать, становится пряником. То есть он остался в наваре хорошем. То есть я надеюсь, вы поняли эту ситуацию и поэтому получаем то, что получаем. И помните, как до этого падали акции с СПВ биржи. Посмотрите, как сейчас растут. Только за прошедшие дни выросли буквально на треть. То есть, естественно, скупать такую акцию было тяжело. После таких негативных новостей, после такого количества негатива, которое шло в СМИ, акция обвалилась на 58% и отросла еще на треть. То есть, естественно, это является плюсом. Так вот, биржа СПВ резко выросла после новостей о запуске на ней IPO под санкционных компаний. Например, группа компании Element, это крупнейший производитель микроэлектроники в России, собирается провести IPO на СПВ бирже. И вот главное, головное юридическое лицо этой группы компаний находится под санкциями США, как и СПВ биржи, но все равно проводится там IPO. И это стало мощнейшим стимулом для роста этой компании. Сейчас вот акция растет. То есть, вот в принципе, я сейчас пока, конечно, не рекомендовал на таком и росте. И в новостях негативно вкладываться в эту компанию может быть очень и очень опасно для кошельков. И посмотрите, к чему могут приводить именно вот эти инвестиции, когда не разбираешься в этом. То есть, вот врач-криптоинвестор из Турции застрелился в тире из-за вала крипты во время атаки Ирана на Израиль. Доктор Кёхан Челышкан из Диарбакира не смог смириться с тем, что разорился и выстрелил себе в голову. На самом деле, Диарбакир и так пострадал, я не ошибаюсь, от Димитрисини. По-моему, это в тех районах находится справа в Турции. Пострадали сильно. Если он там еще и лишился недвижимости, это, конечно, очень-очень плохо. А тут еще и крипта обвалилась. То есть, представьте себе, какой урон нанес он себе. И на самом деле, если посмотреть на криптовалюту, падала-то она не так сильно. То есть, ну, упала от этого всего там 60, там, скольки-то, 70 до 61 на 13%. Она может падать и больше. То есть, она могла вообще обвалиться на треть практически. То есть, биткоин это умеет делать. То есть, он сейчас даже и не лишается особо стоимости, обваливаясь, так скажем. До этого, если посмотрите, он обваливался гораздо сильнее. То есть, например, в мае 2021 он обвалился практически на 50%. То есть, вот такие сквизы он устраивает в декабре 2021 года на 26% обвалился. То есть, это еще для биткоина не обвал. Он может такие обвалы устраивать практически на треть. То есть, маркет-мейкер очень и очень хитрый там, на самом деле. То есть, поэтому, когда часто бывают такие вопросы, то есть, что, например, когда начинается война, то редко, когда люди кончают жизнь самоубийством. А здесь, в этом случае, когда бывают финансовые проблемы, вот люди решаются на такое. Это не мое мнение, где-то я слышал такое. Но это очень спорный вопрос, потому что и в обоих случаях бывает такое. Естественно, человек, если специалист в своей области, это доктор, во-первых. То есть, он разбирается в своей теме. А вот в финансовой теме он не разбирался. То есть, во-первых, криптовалюта ничем не обеспечена. То есть, понимаете, он взял бы еще не... Скорее всего, он брал в кредит ее, скорее всего. Потому что, если бы он ее удержал, то было бы все в порядке. Видимо, он ее не смог удержать из-за кредита. Так вот, если бы он ее смог удержать и так далее, то есть, было бы все в порядке. И он разбирается в своей теме. То есть, в финансах он не разбирался. Криптовалюта ничем не обеспечена. Она может обвалиться на 90% и в день. Это очень спекулятивный актив. Поэтому в этом-то, конечно, даже плюс то, что центробанки оберегают физлиц от излишнего криптовалют. Потому что, если все попрут, это очень будет плачевно для кошельков. Представьте себе, если люди начнут, как в 17-м году, 21-м году, продавать свои квартиры и нести в криптовалюту. А эта криптовалюта еще обвалится на 30% в день. Таких самоубийств будет, естественно, еще больше. Поэтому нужно быть более финансово грамотнее. Понимать, в первую очередь, что за криптовалюту ничего не стоит. Не идти в сильную маржинальность. В-третьих, не брать кредиты. В-третьих, понимать, что все временно. Временные криптовалюты, временные недвижимости, валюты и другие моменты. Поэтому, в любом случае, все проходит и все проходящее. Помните, на словах, если не ошибаюсь, на кольце Соломона, на кольце написано было, и это все пройдет. То есть, в любом случае, и плохое, и хорошее когда-либо заканчивается. Если далеко не уходить от темы Турции, как оказалось, отдых в премиальных отелях Турции оказался на 15% или на 20% даже дешевле, чем в Сочи. Это выяснили даже аналитики Level Travel. Это, в принципе, там можно подбирать туры, это не исцеляется реклама. Хотя, я смотрю в других агрегаторах. Путевка на 2 недели на 2 их российскую рот стоит 636 тысяч рублей. В то время как в Турцию всего 426 тысяч рублей. Я верю, что турки сами умеют тоже гнуть цены. То есть, возможно, сейчас цены дешевле, чем в Сочи у турков, потому что сильно повысились цены. Россияне перестали ездить туда, начали ездить в Таиланд, в Египет и другие страны. Турки это поняли и резко снизили цены, возможно. И поэтому видим такой диссонат. В то же время удивляет, почему в Сочи так дорого. Ничего же там особого и нет такого, что можно себе позволить. Нет там песчаных пляжей, если не ошибаюсь. Нет там сервиса такого же по all-inclusive тому же. Нет возможности на какие-то экскурсии проехать и разнообразием насладиться природой. То есть, там можно, конечно, в стороне Красной Поляны. Но вот именно такого, я думаю, нет, что есть в Турции. И не понимаю, почему в Сочи так сильно загибают цены. В то же время, вот это, то, что дешевизна Турции, возможно, даже тоже продлится недолго. Они наберут свою критичную массу, сделают опять дешевле, чем в Египте. А потом опять начнут повышать на 20%. То есть, возможно, даже и такое. И пока далеко не уходят темы за границей. Так вот, спрос россиян на покупку дорогой жилой недвижимости за рубежом упал на 20%. Изменилась. И цель покупки. Все меньше состоятельных россиян приобретают уже дорогую недвижимость, чтобы эмигрировать в эту страну. А все больше рассматривают покупку как инвестицию. Например, многие там в Таиланд сейчас переориентируют. Самое популярное направление стало Таиланд, а на втором месте Бали. Вот как-то так. То есть, в принципе, это тоже правильно, потому что, ну, турки опять тоже зажрались, если честно. Потому что зажрались именно застройщики. Потому что качество строения там в некоторых местах, конечно, не очень. То есть, строят из палок различных. И получаем то, что получаем. То, что многие здания просто не выдерживают даже банальных маленьких толчков землетрясений и просто рушатся. То есть, это все видели, видели качество какое. В то же время понимаем, насколько сильно дорожает все там в плане недвижимости. Квартира, которая, например, стоила 70 тысяч долларов, может уже легко там через годик уже 140 тысяч долларов стоить. И ниже ее продавать никто не будет, допустим. Но это бред. Это бред, во-первых. Во-вторых, на 140 тысяч долларов, если, допустим, человек купил, продал где-то квартиру в Москве, купил в Турции. Он даже и ВНЖ, возможно, по топу получить не сможет. Опять супер наглость и подстава, грубо говоря. Удар в спину, как говорится. То есть, зачем тогда идти? В принципе, россияне в этом плане молодцы. То, что переориентируются на другие рынки. Потому что только зависит от одного. Смысла нет. Пускай они там поголодают немного. И в дальнейшем, опять же, снизят цены. Потому что, как я говорю, в той же Турции там и повысили пороги для ВНЖ, и другие моменты ужесточили. То есть, хотя деньги же шли к ним рекой просто-напросто от россиян. Просто, я думаю, не то, что миллионами долларов, а, возможно, даже миллиардами долларов шли. Но поступают, как поступают, соответственно. А сейчас все вот эти потоки уже начинают пожинать уже Таиланд и другие страны Азии. Когда они пожмут и, например, начнут, они уже наглеть, хотя менталитет тайцев особо не разбираюсь в этом менталитете. Если они смогут это все в себя вобрать и не поднимать цены так же, то есть в два-три раза за год, то, возможно, смогут оседлать эту лошадь, так скажем, и дальше застраивать свои районы. Если же нет, опять все переключится на другое, так скажем, а, возможно, даже на Египет. Потому что рынок там тоже, возможно, в Египте недооцененный. То есть, потому что нет нормальных рейсов туда, но качество строения там, возможно, даже лучше, чем в Турции. Между тем, если не уходить далеко от темы недвижимости, вот сообщается, что цены на вторичку перестали расти. В начале апреля средняя стоимость недвижимости в России выросла только на 0,4%. То есть, называют ситуацию нетипичной и прогнозируют стагнирование рынка. Что, впрочем, сейчас и идет. Средняя стоимость вторичного жилья в Москве может начать падать в апреле-майе на 1% месяца. А по всей стране ожидается временная заморозка цен, сообщается. Посмотрим на это далее, потому что, действительно, по такой высокой ставке, я отслеживал, просто не берут сейчас ипотеки. Я отслеживал разные города, разные районы. Действительно, сделок сейчас проходит очень мало. И в то же время, если заглянуть на Авито, цены особо не снижают сильно. То есть, цены держат на уровне. Но если, наверное, начать обзванивать, я не обзванил, вот. Наверное, люди могут и дать скидку, а может, могут и не дать скидку. В то же время удивляет, почему они не снижают цены. Им же, наверное, нужно продавать. В то же время они не продают. То есть, видимо, не щемят их налоги, как во многих других странах. И те, кто хотел инвестировать в недвижимость, естественно, сейчас цены подскочили за прошлые два года, чтобы сюда вкладываться. Нужно, конечно, ожидать, я думаю, снижения или коррекции, особенно по отдельным районам. Потому что некоторые районы могут просесть. А если еще начать обзванивать, то, возможно, дадут и хорошую скидку. И также можете написать в комментариях ваше мнение. Вы сейчас продаете квартиру или покупаете квартиру, или ищете, или копите, или у вас есть одобренная ипотека. Мне просто интересно для своей статистики. Действительно интересно, в какой стадии сейчас находятся многие. Из положительных новостей, то, что сейчас происходит обмен замороженными акциями. Так вот, брокер инвестиционной палаты, выступающий организатором выкупа замороженных активов у частных инвесторов и их дальнейшей перепродажи иностранцам, говорит то, что банки и фонды из США, Евросоюзы и Великобритании потенциально уже готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных бумаг у россиян. Заявленный спрос со стороны иностранных инвесторов на обмен заблокированную активность измеряется десяткой миллиардов рублей, говорится в сообщении. Поэтому, если у вас есть заблокированные иностранные акции, в принципе, повод уже до определенного срока, до мая, если не ошибаюсь, сейчас заняться этим, вспомнить свои логины и пароли, зайти в свои брокерские аккаунты и попробовать продать эти акции, отправив заявление. То есть, это не является, естественно, идеальной рекомендацией, но я думаю, именно сейчас было бы выгодно, потому что до этого я также показывал индекс S&P 500 график, посмотрите, как он вырос, то есть, а если открыть его еще и на месячном таймфрейме, то просто мы увидим палку вверх, то есть, неужели невыгодно продавать заблокированные американские акции вот на такой палке вверх? Они же не упали, не обвалились в несколько раз, а акции стоят достаточно дорого. Если вы, например, откроете свои портфели, вы увидите, что, возможно, ваши портфели выросли в 2-3 раза, которые были заблокированы иностранцами. Потому что может оказаться все позитивнее, чем многие думают с акциями, потому что сейчас есть возможность разблокировать эти 100 тысяч рублей, у многих, например, средний портфель может оказаться несколько сот тысяч рублей, в дальнейшем могут разблокировать и эти деньги. То есть, нужно быстрее, например, заняться вот этим вопросом разблокировки, а дальше уже наступят другие, может быть, позитивные события и разблокировать другие акции. То есть, а может и нет, мы это точно не знаем, зависит от некоторых людей и, естественно, в любом случае нужно быть готовым принимать эти положительные события, которые придут. Если далеко не уходить от темы акций, то сейчас начинается сезон отчетности у американских акций и они будут отчитываться. Так вот, будет отчитываться, как видите, JP Morgan, Wells Fargo, Apple, дальше Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta. У многих, я думаю, эти акции закуплены, особенно Apple, Microsoft и Tesla, возможно. И, возможно, стоит и их продать, потому что Tesla тоже падает, а уходит в свое состояние оцененности хорошее. И другие акции, наоборот, уже хорошо выросли, те же самые. NVIDIA хорошо выросла, Google хорошо выросла. Поэтому подумайте хорошенько. Возможно, именно сейчас стоит продать эти акции и в дальнейшем закупиться уже на коррекции. Согласно тому, что я писал в своем телеграм-канале, можете прочитать, там еще у меня январская была запись. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Ссылка будет в описании закреплена на комментарии. Также подписаны на текущий YouTube-канал. То, что там я писал, то, что коррекция S&P 500 будет именно в мае. То есть, возможно, она и будет в мае. Потом будет, например, еще одна в июле, допустим, коррекция. А вот именно окончательно и круто рынок может полететь в октябре. То есть, стоит ли вам ждать, например, октября месяца. Что будет в октябре? В октябре будут выборы американские. После того, как проходят выборы, у многих инвесторов, американских имею в виду, появляется уверенность в завтрашнем дне. Не то, что потому, что там выбрался Трамп или Байден или еще кто-то. Просто прошли выборы. Не будет пока что сотрясаний в ближайшие годы. И они начинают вкладывать свои деньги в акции и другие активы. И начинает все бешено расти. Вы это помните? Когда последний раз прошли выборы, бешено росло золото, нефть. Точнее, по-моему, золото падало. Но выросли американские акции. Выросли российские акции. Газпром как тогда начал расти после старта американских выборов. Вы понимаете, да, какая зависимость? То, что Газпром начал расти из американских выборов. Поэтому учтите это в своей финансовой стратегии. Ведь может оказаться и так. Между тем, сообщается то, что банки отмечают существенный рост спроса среди иностранцев на карты мира. Это в первом квартале. Больше всего открывают карты, конечно, туристы из Китая. Пик наблюдался в феврале, когда в стране праздновали еще Новый год. И участники, например, туристического рынка считают, что рост выездного туризма в этом году может быть в 2-3 раза больше, чем уже в прошлом году. То есть это, в принципе, является плюсом. Потому что если они, возможно, откроют какое-то количество карт, увидят удобство и в дальнейшем, возможно, эти карты начнут уже приниматься в их стране. Конечно, это маловероятно. Потому что мы видим обратную тенденцию, когда эти карты вводили в Турции в августе 22-го, их закрыли. Даже кто-то говорил, в Египте они когда-то какое-то время были доступны. Сейчас даже Киргизия закрывает возможности оплаты карты мира. И другие страны также уже закрыли возможность снятия с карт мира, например, в том же Казахстане. Все это идет на закрытие. То есть многие даже СНГ страны закрывают возможности открытия карт мира. Поэтому пока что идет негативный тренд. Но в принципе о том, что начали открывать, это, естественно, является плюсом для мира сейчас. Если мы тогда еще в 22-м году наблюдали новости про то, как удобно релацироваться, как люди многие релацируются в другие страны, какие есть возможности получения ВНЖ, то сейчас получается ситуация какая-то уже несколько обратная в плане того, что появляются услуги, как правильно релацироваться в России. Видел я такое. Так вот, даже и власти Калининградской области предложили россиянам, которые хотят вернуться в Россию единоразовую выплату на 32 тысячи рублей. И кроме того, глава региона пообещал компенсировать фактически подтвержденные расходы на социальную адаптацию. Это мета-освидетельствование, например, признание ученых степеней, также даже аренду квартиры в течение полугода. А общая сумма компенсации не должна превышать 135 тысяч рублей. Вы только вдумайтесь, готовы выделять 135 тысяч рублей человеку, который вернется в Калининградскую область. То есть, возможно, они математически это все рассчитали, и эти 135 тысяч рублей окупятся, например, на их налогах, которые они соберут даже в течение, возможно, года, например, на НДФЛ, который частично останется в Калининградской области, на каких-то других налогах, на оплатах и так далее. То есть, в каждом чеке, мы знаем, включен НДС тот же самый. То есть, человек пришел, даже думает, я не буду платить налоги, но он пошел, купил себе печеньки за 100 рублей, все равно заплатил налоги, и он уже платит налоги и является плательщиком налогов. То есть, хоть человек и думает, что не платит налоги. То есть, в любом случае, человек будет платить налоги, поэтому, думаю, даже эти 135 тысяч рублей окупятся достаточно быстро, если что, люди действительно будут возвращаться в Калининградскую область. Между тем, если посмотрим мы на курс доллара, то сейчас мы видим, естественно, на даже дневном таймфрейме восходящий тренд. То есть, он идет, особо не перекуплен сейчас доллар, причем стоит он 93,6 дороже, чем когда он был немного перекуплен на уровне февраля от 93,4. То есть, спокойно, вялое, но растет и делает, так скажем, восходящий тренд. Последний раз я покупал, как говорил, на 92,3, с этих пор доллар вырос на полтора процента, то есть, возможности покупки сейчас до сих пор имеются, хотя многие говорят, что, например, синие купюры в наших городах не продаются. Но я за отдельные города, конечно, не ручаюсь, но есть советы, то, что лучше, конечно, обращаться в региональные банки, потому что те же самые Сбер и ВТБ могут сильно завышать и курс покупки, и давать не очень хорошие купюры. Также можно помимо региональных банков смотреть сайты для москвичей, тот же самый РБК Кэш есть сайт, но нужно, конечно, лучше заранее звонить в эти банки и уточнять наличие купюр. Хотя, как у меня в комментариях до этого писали, многие и обманывают то, что звонят, уточняют, приезжают, а условия уже изменились или другие. То есть, независимо от рыночных условий, а именно реальный обман, то, что было и подъехало, и уже этого нет, например. То есть, независимо от рыночных условий, и такое действительно бывает. Поэтому, если что, пишите комментарии, другие комментарии тоже люди прочитают, возможно, найдут хорошее решение. И также обязательно подписывайтесь на текущий канал, подписывайтесь на телеграм-канал, который будет по ссылке в описании. И всем спасибо, удачных вам сделок на рынке.